всем привет ребят хорошим всем настроением сейчас постараюсь вкратце рассказать что же делать когда ты качнул 50 левел сразу не серчайте гайда как таковые я не делаю поэтому как получится так получится опять же все сказано в видосике чисто мое мнение что полезно в игре что нет там же вам выбирать что вам нужнее в общем вот качнули вы 50 левел по основному сюжету синий глобус добрались до берна первое что вам нужно сделать это выполнить все желтые квесты в берне будет некое обучение что из себя представляет хаос данжем что такое хранитель как точить шмотки шлифовать и тому подобное это первое что вам нужно сделать после выполнения квестов вам предложат портнуться в трезион в трезионе вы сделаете квест на ульту у каждого класса она своя и плюс вам дадут недостающий финальный скилл а то многие не знают типа что это у тебя за скилл стоит где ты его взял как раз вот этот скилл дается именно вместе с квестом на пробуждение когда вы все это сделает сделайте что делать дальше дальше вам нужно выбрать сет какой вы будете носить данный момент четыре сета первый сет с крафтом где-то он находится короче ладно сразу говорю не серчайте начнем тогда с сета на хранителей сет на хранителей находится у этого дядьки с мечиком трофейное снаряжение хранителей первый сет с гвардов то есть вы можете подбежать посмотреть какие реагенты нужны для крафта о них я расскажу чуть позже и посмотреть какие бонусы вы получите одев там три вещи две или пять в комплекте первый сет с хранителей второй сет с хаос данжи он надет на мне сам сет выбивается в хаос данжах с хранителей крафтится плюс крафтовый сет блин это мастер ремесла надо сорянчик что втыкаем пока крафтовый сет я себе не делал но этого вендора я тупо забил вначале обмен карт сокровищ давайте воспользуемся подсказками торговцы склад аукцион навигатор обмен объекты рейдинг статуи тра-та-та сюжетки задания бренхозы прям так просматривать на нам родственские приказы я думаю показать вам в любом случае его нужно а елки вот у нас кирка инструменты и рядом по идее там у нас дядька с крафтом может быть но может быть он даже здесь находится да ребятки небольшой затуп сарянчик вот он здесь прям рядом с хранителями находится сет многих сейчас поугорали типа хану бас стоит рядом но не крафча себе этот сет буквально один раз за игру я его смотрел мне бонусы не очень понравились с него и поэтому я про него забыл но это альтернативная вариация то есть первый сет с хранителей второй с халл с данжей третий с крафтом также можете посмотреть какие реагенты нужны и какие бонусы он дает четвертый сет с пвп пвп реагивается у нас в колизее вот здесь вот сверху поле боя и рядом стоит лавка интенданта там за жетончики м пвпшные знаки чести продаются сундуки в сундуках шмотки с пвп с это естественно захотите пвп шмот собирать вам придется частенько бегать поле боя это по сетам когда вы пройдете все квесты сделаете квест на ульту определитесь с сетом можно не обязательно полный свет собирать а можно например два куска с гвардом три куска например с это хаоса либо как-то комбинировать это все на ваше усмотрение как по мне они абсолютно все одинаковые на первом тире по крайней мере то есть особо заморачиваться смыслом с выбором с это никакого нет так вот что вам нужно в первую очередь в игре как по мне самое полезное в этой игре это окрасе с помощью окрасе вы можете понимать свой гирскор гирскор вам пригодится для того чтобы проходить более новых хранителей более сложных будут открываться дополнительные хаос данжи при определенном гирскоре вот как раз на это влияет у нас шлифовка снаряжения сам мастер шлифовки находится вот здесь вот опять же вам все это в обучении покажет подробненько и смотрим как раз лишь шлифовки снаряжения нам нужно красим это вот то что вам нужно делать в первую очередь не знаю после 50 левела максимальное количество окрасе умов в день забирать с игры все остальное на ваше усмотрение можете бегать там в море плавать делать собирать души островов контента здесь море чем заняться но вот именно то что нужно делать я постараюсь сейчас вам рассказать то есть окрасе вам по-любому нужен голдишку тоже фармите в основном она идет вот с этих событий которые в календаре либо также можете реагента скрафта продавать на аукционе и получать голдишку голдишка в свою очередь меняется на аукционе на синие кристаллы сам у нас мужичок рядом с аукционистом находится он подсвечивается как обмен валют для того чтобы купить кристаллы выбирайте покупкам здесь указано сколько вы потратите золота сколько получите кристаллов минус комиссии 95 вы получите в итоге если хотите продать кристаллы но обменять их на голду последовательно как бы наоборот так это вот то что самое полезное на мой взгляд кристаллы голда окрасе 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 вам по-любому каждый день нужно максимальное количество сейчас попробуем рассказать вам где этот окрасе вам получается то есть первые таделики нажимаете аль джей на клавиатуре у вас открывается список ежедневок с этих вот синих сундучков с определенным шансом падает два окрасе ума в основном падает с трех деликов падает два окрасе ума то есть одного мешочка других не падает если повезет может выпустить в день четыре окрасе у меня на самом деле редко везет в основном по два падает то есть запомнили дайлики по-любому 3 дайлика в день можно конечно с премиума использовать до проходку выглядит она особый договор фондского союза то есть вы сможете 4 дайлика в день делать но шансы я бы не сказал что это повысит на получение окрасе вам основном по 2 падает виклики еженедельки с которых гарантированно окрасе вам идет их можно делать три раза в неделю три квеста в неделю дальше когда вы пройдете какой-то дайлик у вас открывается репутация с этим дайликом нажимаете здесь на лупу и можете посмотреть определенные этапы заданий при выполнении которых на третьем этапе тоже можно получить окрасе дальше событие календаря который ни в коем случае нельзя пропускать это легиона с легионов тоже гарантированно окрасе то есть это то что нужно прям ну по-любому делать дальше окрасе у нас также получается с карт сокровищ по одному разу день один раз с обычной карты если повезет шанс не стопроцентный то есть можно несколько ну придется возможно несколько карт пробегать либо с карт морских но у меня нет чего чтобы показать то есть один с этой один с морской 2 окрасим каждый день можно получать фиолетовая морская карта дается если вы в море тратите удачу 2000 удачи потратили в море и практически всегда вам дропается морская карта которую проходите получаете окрасим так где у нас еще окрасим получается в башне в башне можно зарегаться в королевском дворце если не ошибаюсь сейчас туда побыреку телепортнусь мне очень нравится локация рода тайн поэтому в бюрне немножко туплю редкая в этой столице бываем но здесь очень много всего полезного на раннем этапе нет ни хрена у нас не тут столик заказов блин теперь 100 лет отыскать нужно так пока расскажу в общем в башне башни теней на определенных этажах тоже можно получить окрасим опять же все видосы именно полезные гайды по поводу башни по поводу душ по поводу макока семян и прочего можете в группе у меня найти сейчас я вам рассказываю именно что на мой взгляд максимально полезно то что нужно по любому в день делать так ну хоть поугарайте но видосики пока здесь еще этот стол так бы с башней определились про карта сокровища сказал про дейлики сказал про разлом и сказал где у нас еще окрасим да вроде бы все ребятки а еще каждую неделю вы можете делать лабиринт отчаяния там тоже пять сундуков лабиринт отчаяния находится у нас пепельные горы лабиринт одиночества там рядом с ним стоит вендор который продает сундучки с окрасимом этих сундучков можно купить в неделю 5 штук для того чтобы попасть в этот данж нужен билетик покупаете там же билетик идете данж лучше патькой патькой намного проще намного быстрее проходите покупаете там за определенное количество сундучки в которых окрасим плюс окрасим дается за определенные фиолетовые квеста но это нужно искать какие-то дополнительные гайды где будут обозначены эти квесты сейчас вот так наглядно я вам не покажу то есть фиолетовых некоторых квестов тоже можно получить окрасим но это не обязательно там если он вам попадется если например по гайду не играйте че случайно потом сделайте так по поводу окрасим вроде все сказал в общем самая полезная голда окрасим где получить все это я проговорил теперь по поводу заточки когда вы определились с этом если например вы выбрали сет хаоса для заточки вещи ну чтобы улучшить ее характеристики чтобы у вас вырос герскор вам нужно будет собирать определенные ресурсы окрасим понятно он абсолютно на любой сет нужен для хаос вещей нужны фрагменты реликвии забвения эти реликвия добываются в хаос данжер хаос данжер регаса вон здесь подземелье хаос значок орла такого на карте опять же когда вы будете проходить обучение здесь желтый квест вам все покажут расскажет точно не запутаетесь проходим данж в котором выпадает как раз фрагмент реликвий нужный вам для заточки вещей плюс как раз хорошо что я подбежал к чертогам обязательно каждый день проходите события чертогов вы с него получаете два аккрасиума про это я чуть не забыл это обязательно события по билетикам для того чтобы получить билетики нужно пройти обычный данж там он дропается проходим хаос данжи фарим фармим фрагмент реликвий идем затачиваем в шмотку если у вас хватает аккрасиума с этами гвардов немножко другая ситуация пока не буду порталить отбегу к регулке на гвардов выглядит она в виде флага красного на карте гварда это некие здоровые боссы первые гварда довольно таки легкие поэтому даже с рандомной пачкой пройдете ничего сложного смысл такой с первого гварда падают белые реагенты с помощью которых вы крафтите сет со второго гварда падают уже другие реагенты с которым вы делаете первые две точки на сет гвардов с третьего падают уже другие тоже реагенты с помощью которых вы дальше точите свою шмотку после того как заточили уже вот этими реагентами красненькими два раза в отличие от цвет хаоса цвет гвардов нужно точить два раза вот там требуется 5 аккрасиума но также дается плюс 10 гирскору за одну заточку не думайте что сет хаоса заточить быстрее ой сет гвардов заточить быстрее везде нужно одинаковое количество аккрасиума то есть для по определенного гирскора в день вам потребуется одинаковое количество аккрасиума аккрасиум аккрасиума самые-самые полезные так это у нас крафт и на брюлики мы делаем шлифовку сейчас покажу там в чем отличие вот у меня шмотки хаоса нужно 16 реликви и 10 аккрасиумов вот шмотка с гвардов нужно 5 аккрасиума но точится она на плюс 10 то есть два раза чтобы получить гирскора 20 сет хаосом точится один раз но дает сразу 20 сет с профи по моему тоже по плюс 20 но честно не проверял сет с пвп тоже по плюс 20 так ну вроде все ребятки все основное вам показал чем заниматься после 50 дейлики обязательно событием с календаря именно разлома регионы тьмы обязательно событием в хаос данжи обязательно виклики обязательно лабиринт одиночества раз в неделю тоже обязательно а дальше уже на ваше усмотрение если выбрали сет хаосом бегать не торопясь хаос данжи если выбрали с латиновые поля опять же вот так вот за один гайд все не расскажешь в ластарке на самом деле очень много всего и вот так вот тяжело час все охватить опять же запомните вам нужна голда вам нужны кристаллы хорошо что сейчас про кристаллы вспомнил в магазине каждый день вы можете купить два окрасиума один по моему в час дня или в двенадцать но им до обновляется магазин появляется окрасиум покупаете за 25 кристаллов и второй раз вечером то ли в 6 то ли в 7 увидите в магазине таймера то есть вот это тоже обязательно два окрасиума в день магазине покупайте за кристаллы за синие как раз меняем голду на синие кристаллы покупаем окрасиум то есть вспомнить вроде вроде ничего не забыл как то так ребятки если что отвечу на стриме вам какие-то дополнительные вопросы забегайте на стримчанский там подскажу если вдруг что замыл в гайде указать рассказать либо вам что-то интересным также все полезные гайды на весь остальной контент игры им можете найти у меня в группе билды можете также найти у меня в группе на различные классы а самое основное именно то чем заниматься в первую очередь я вам рассказал окрасиум голда кристалла все все остальное контент скажем так для исследования для открытия всяких песенок собирание макок семян прокачки корабля в общем очень-очень много всего но именно для прогресса персонажа для развития гирскора урона статок вам нужно именно поднимать максимальный рейтинг снаряжения гирскора который делается только с помощью заточки стандартного выбивания шмоток ну как в привычных ему мошках здесь как такового нету по крайней мере на данном этапе ладненько ребятки на этом гайдик завершается всем удачки позитива добра как там во всех гайдах бахаем лайки не забываем подписываться как-то так почаще улыбайтесь а